Дальше. Окей. Всё, можно начинать. Да. Всех приветствуем. Мы продолжаем изучать книгу Рава Шерки «Святость и природа». И большая тема, которой мы занимаемся, это свобода выбора. И сегодня мы планируем эту тему закончить. Итак, на прошлом занятии мы разбирали такой парадокс, как с одной стороны Бог знает всё, а с другой стороны у человека есть свобода выбора. И мы закончили на позиции Рамбама, которую выдвинул Рава Шерки, предложил по ней идти, который, в общем-то, не решает этот парадокс, а наоборот говорит, что мы должны знать, что свободный выбор – это истина, и знать, что божественное знание – это истина. То есть мы должны принять два этих факта вместе. Итак, основываясь на этой идее, Раби Садок из Люблина высказал интересную вещь. Он говорит, что Рамбам, насколько мы хотим, нас от попутно перешлить этот парадокс, он, наоборот, обогатил наше понимание жизни возможностью двойного прочтения. Двойного прочтения как Торы, так и реальности в целом. Итак, мы можем читать Тору и рассматривать нашу жизнь с точки зрения свободного выбора человека, не обращая внимания на то, что Бог всё знает. И, с другой стороны, точно так же можем читать Тору и рассматривать реальность, исходя из того, что Бог знает всё, знает всё заранее, и тогда мы не обращаем внимания на свободный выбор. И таким образом у нас есть два прочтения как жизни нашей, как реальности, так и Тора. И рассмотрим один из эпизодов поколения пустыни, историю с золотым тельцом, с позиции свободы выбора. Во время дарования Тора Бог сказал, не делай себе кумира, никакого изображения, не поклоняйся им, не служи им. Но сыны Израиля всё-таки выбрались делать золотого тельца и поклонились ему. И поэтому они нарушили заповедь, и поэтому Моисей разбил первые скрижали, потом Моисей просил прощения у Бога за этот грех, и в результате сыны Израиля получили вторые скрижали. Так выглядит эта история с позиции первого чтения, то есть с позиции свободы выбора. То есть, если бы не грех, первые скрижали не были бы разбиты, и тогда в мир не пришли бы вторые скрижали. Но если мы рассмотрим эту же историю с позиции божественного знания, то есть второе прочтение, тогда мы придём к выводу, увидим, что Бог хотел дать изначально вторые скрижали, и это было невозможно без разрушения первых. И поэтому сыны Израиля вынуждены были сделать золотого тельца, чтобы заставить Моисея разбить первые скрижали. Согласно этому чтению, грех с золотым тельцом был частью божественного плана. Итак, значит, одна история с двух точек зрения. Ещё один пример, как раз в нашем недельном разделе Мишпатим, Всевышний говорит, вот я посылаю ангела перед тобой, чтобы хранить тебя в пути, привести тебя на место, которое я приготовил. Но мы же помним, что 10 глав вперёд в недельном разделе Китеса про этого же ангела говорится, как наказание за грех с тельцом. Но в разделе Мишпатима этот грех ещё не совершён. Раши заметил эту трудность, и он объясняет так. Здесь, то есть в разделе Мишпатима, 23 главе, здесь им было возвещено, что в будущем они согрешат. И божественное присутствие говорит им, сам я не пойду среди вас. То есть грех с золотым тельцом был известен заранее и был совершён по плану Всевышнего. Можно сравнить вот это двойное прочтение с кинолентой. У нас есть кинолента фильма. Если мы смотрим от начала к концу, тогда мы видим, как каждый кадр вытекает из предыдущего. А если мы смотрим киноленту в обратном порядке, тогда видим, как каждый кадр обуславливает ретроактивно предыдущие какие-то события. То есть у нас тоже будет другое понимание. Мы видим, что должно было произойти и как всё к этому шло. Это два прочтения. И третий вариант. Можно сказать, что Бог видит все кадры киноленты сразу, находясь за пределами времени. Есть у нас три таких варианта восприятия. Но при этом в нашей повседневной жизни мы обязаны исходить из позиции свободного выбора. Так как прочтение, основанное на божественном знании, может привести к моральным отклонениям. То есть человек может совершать любые мерзости и утверждать, что эти действия – часть божественного плана. То есть мы рассмотрели два взгляда, даже три взгляда на реальность, но при этом во время действия мы должны сходить и с позиции свободного выбора и только из него. Такая идея. Пока здесь… Должен сказать, что подход общий, вот два слайда назад, что есть рассмотрение, с одной стороны Бог знает, а с другой стороны и как бы планирует, а с другой стороны человек свободен, оно в принципе мне нравится. Им отвечает моему как бы чувству, ощущению. Но оба примера, которые были даны, что нужно было дать вторые ски и жали, а поэтому Бог сделал историю с золотым кельцом или послал ангелам, потому что они все равно потом согрешат, оба эти комментарии мне чрезвычайно не нравятся. Совершенно. То есть то, что есть параллельно и свобода выбора и знаний Бога, здесь я согласен. А вот что здесь Бог специально сделал золотого кельца, здесь я категорически не согласен. Но это уже локальный вопрос, детальный. Сейчас он, конечно, не к теме, но мне это очень не нравится, такой вариант комментария. Окей. Может, есть другой какой-то у тебя пример из Танаха? Нет, если хочешь что-то рассказать. Да, пожалуйста. Вопрос, можно петь? Да, конечно. А что тебе добавляет знание того, что у Бога есть знание о том, что будет? Это мне добавляет, что имеется некоторая программа развития, которая, в принципе, приведет к добру. И вот эта общая уверенность, что в целом мир придет к добру, она очень помогает мне действовать в жизни и очень помогает моему функционированию. И в этом смысле мне это очень важно, что есть знание Бога и что есть некоторые точки, которые непременно мы к ним дойдем. Это в некотором смысле обещание Бога мне, ну, еврейскому народу, если хочешь, что наша деятельность в конце концов будет успешной. И это очень важно. А вот то, что прямо и Бог для этого сделал, чтобы евреи согрешили с Гуанзолотым дельцом, здесь я категорически не согласен. Но для того, чтобы вот это добавление, которое действительно очень важно и помогает жить, совсем достаточно, чтобы были действительно обозначены каких-то буквально несколько точек. Бог совсем не должен знать пути, какими мы будем идти. Совершенно верно, абсолютно верно. Но из теологических моих представлений Бог должен эти пути, тем не менее, знать. Хотя при этом очень важно, что знать это не значит инициировать. Или что Бог знал, что будет история Золотого дельца, но это совершенно не значит, что Бог инициировал историю Золотого дельца. Это абсолютно разные вещи. Спасибо. Может быть, был другой какой-то вариант к тому, чтобы пришли в мир вторые скрижали? Не Золотой телец, да? Но еще какой-то... Я не уверен, что нужно было Богу, чтобы пришли в мир вторые скрижали. Это совершенно не факт. Другой вопрос, что есть некоторая закономерность в том, что то, что приводит в мир, разбивается. То есть первые скрижали непременно, не удалось бы их защитить от разбития. Это разумное обсуждение. А вот что Бог хотел дать золотые скрижали, мне не нравится. То есть Бог, может быть, был согласен с тем, что без этого не обойтись. Но это не значит, что хотел дать вторые скрижали. И уж тем более не значит, что хотел, чтобы была история с Золотым дельцом. То есть был такой вариант, чтобы первые скрижали не разбились? Или не было такого варианта? Я думаю, что такого варианта не было. Но не потому, что Бог хотел дать вторые скрижали, а потому, что все, что приходит в мир, разбивается. Поэтому не было варианта, чтобы они не разбились. Но опять-таки, не было варианта, не значит, что это инициировано. Нет. Если не было варианта, что они не разбились. То есть первые разбились, а тогда как? Вообще без скрижали. Вот я не верю. Окей, нет, нет. Окей, хорошо. Тогда, пожалуйста, Бог был согласен с тем, что придется давать вторые скрижали. Но это не фраза «Бог хотел дать вторые скрижали». Поэтому сделали Золотого дельца. То есть это аварийный такой путь истории, да? Да, да, да. Но не фраза «хотел». «Хотел» мне здесь не нравится. Бог был согласен, что придется давать вторые скрижали. Тогда получается, что у него есть несколько путей возможных, да? И человек выбирает один из путей, и он идет дальше по нему. Да, да, совершенно верно. Есть несколько путей возможных, человек выбирает, Бог заранее знает, что человек выберет, но совершенно не значит в словах «хотел». Вот слово «хотел» здесь абсолютно лишнее на этом слайде, который у нас сейчас на экране. А что, наверное, стоит «радца»? А что, наверное, стоит «частье на трюме»? Ну, даже не так важно, что «частье на трюме». Почему все разбивается? Ты сказал, что «шотел». Разбивается, разбивается потому, что это «шверотклин». Всякая вещь, приходящая в мир, разбивается, так устроена в мироздании. Невозможно спуститься в мир без разбития. Это так же, как невозможно было сотворить мир процесс сотворения, неизбежно привел к «шверотклин». Это уже «кабала», поверим. Непонятно. Ну, это «кабала», но что же делать? Поделать здесь. Без «кабалы» никуда. Так. Да, да, «ратсал» от этого-то. Хотел «ратсал». Вопрос не в том, что я в «шерке» написал здесь. Я могу идти согласен быть с «авшерке» тоже? Ну, тогда получается такое пространство вариантов, «ранссерфинг» – современная теория, что есть бесконечное количество реальностей, да, и делая выбор, мы попадаем в одну из них, дальше движемся по ней, потом в другую и так далее. Ну, окей. Да, но здесь то же самое, что я здесь в этой модели, которая сказал, нет Всевышнего и его знания, которые я таки признаю. В общем, окей. Мне кажется, что здесь все понятно, можно двигаться дальше, но здесь я бы... И про ангела мне совершенно не нравятся комментарии к Раши, которые здесь написаны. Раша просто пытается все гармонизировать, а мне кажется, что это совершенно неправильный путь, то есть очень неправильный. Раши, разумеется, пишет то, что он считает нужным, но мне такой комментарий не близок. Ну, раздумываясь на том же маниту и шерте, я совершенно по-другому это отрывок понимаю. То есть, что вначале ангел вовсе не был наказанием. Это потом ангел стал наказанием. А вначале ангел был параллельно со Всевышним, а потом ангел вместо Всевышнего. То есть, его ангелы меняются в ходе, по ходу дела. А не то, что пишет Раша, что заведомо она такая же, как потом, и это уже отначает наказание. Вот это мне не нравится. То есть, ангел был запланирован, а роль ангела были варианты? Совершенно верно, да. Ангел был запланирован, а роль ангела были варианты. Если нет вопросов, тогда идем дальше. Да, я предлагаю, да. Ну, это важное замечание. А вот здесь я полностью согласен. Итак, значит, учению рабица дока излюблено стоит добавить еще один важный аспект. Раф Кук объясняет... от уровня человека и от понятия тшувы. Рассмотрим его слова в книге Орота Тшува 16.1а. Итак, Раф Кук... Извини, а при чем здесь рабица дока излюблено? На основе раба цадока Раф Кук... А, нет, это стоит добавить к нему к подходу рабица дока излюблено. Как это видит Раф Кук? То есть, если у нас рабица дока пишет, что есть две реальности, в одной все управляется Всевышним, а в другой все управляется человеком, то Раф Кук дает нам возможность перехода из одной реальности в другую. Окей, окей. Там раньше не было обозначено, что это рабица дока излюблено. Нет, я говорил, что это на основании Рамбама рабица дока излюблено говорит, что тут есть возможность прочтения. Я упустил этот момент. Понял, спасибо. Итак, пишет Раф Кук «Одна из основ тшувы в мыслях человека это осознание им ответственности за свои действия, что вытекает из веры в свободный выбор человека». То есть, понятие тшувы основывается на нескольких аксиомах мышления, и одна из них это понимание, что человек обладает свободным выбором, а следовательно несет ответственность за свои действия. Продолжает Раф Кук. «И в этом смысл исповеди?» Это один из этапов «чувы», «ведуй». Слово «исповеди» очень неправильное. Перевод «ведуй». Я понимаю, «ведуй» это признание, а не «исповедь». Секунду, как на иврите стоит? «ведуй». «ведуй». Да-да-да, «ведуй» это признание. Слово «исповедь» это просто абсолютно другое значение иметь. Ну, хорошо, да. Ну, хорошо, да. Пускай будет «ведуй». Признание. Так, это важно. И в этом смысл признания, «ведуй», который связан с заповедью «чувы», один из элементов, этапов «чувы». Что человек признает, что нет никого, кого можно было бы винить в грехе и его последствиях, кроме него самого. и этим он проясняет для себя свою свободу воли и силу своей способности контролировать свою жизнь и свои действия. И тем самым он открывает перед собой путь возвращения к Богу и обновления своей жизни к добру. То есть, когда человек проговаривает, да, что я совершил, тем самым он проясняет для себя, что у меня есть выбор, у меня был выбор это совершить, и значит у меня есть выбор дальше как бы менять свою жизнь, улучшать ее к добру. То есть, чем больше человек осознает свою способность свободно выбирать, тем больше он будет стараться исправить свои действия и сделать шуву. Это краткое описание первого прочтения, то есть, реальности свободного выбора. У человека есть абсолютная свобода выбора, ему следует выбирать хорошее и удаляться от плохого. Продолжая травку. После ясного понимания того, что проблема несовпадения двух противоположностей существует только для нашего ограниченного разума и не имеет никакого отношения к творцу всего, господину всех законов, причине всех причин, источнику мудрости и создателю разума благословен он. То есть, существует известное логическое правило, две противоположности не могут существовать вместе. Например, дверь не может быть одновременно открытой и закрытой. Но, поскольку творец является источником всей реальности, то он является источником и категории мысли. И поэтому он не подчиняется этим категориям. То есть, он находится за пределами тех категорий мыслей, которые он сотворил. Продолжая травку, тогда мы готовы понять, что есть место как для концепции свободного выбора человека, так и для отрицания его свободы и его выбора. И это распространяется на все уровни бытия. То есть, мы можем сказать, что человек полностью свободен в своих действиях и точно так же мы можем сказать, что он не свободен. Однако, Равкук продолжает свое объяснение. Но пока человек не покаялся в своем грехе и не установил себе путь исправления, он остается под гнетом своего выбора и вины за все свои действия и все их плохие последствия будут возложены на него. Однако, после озарения Чувы сразу же аннулируются задним числом все недостатки в его жизни и все действия несоответствующие достоинству человека, а также их последствия горькие для него. И все они передаются высшей власти и оцениваются вне его свободы и вне его выбора и рассматриваются как действия высшего управления, в котором сказано «все наши дела ты совершил для нас». Это Ишаяху 26.12. Здесь Равкук раскрывает нам, что существует возможность перехода между двумя этими реальностями. И она заключается в процессе Чувы. То есть пока человек не покаялся в своем грехе, он находится в мире выбора. Перед ним были возможности, у него был выбор. Его за это судят за то, что он неправильно эти возможности использовал. Но когда он сделал Шуву, он способен подняться до точки зрения божественного знания, до другой реальности, где все во власти Всевышнего. Как же это происходит? Пока человек не покаялся в своем грехе, его желание все еще связано с грехом. Он не отказывается от плохого поступка, который он совершил, и поэтому его осуждают за это. Но в момент, когда человек раскаивается и сожалеет, он как бы вырывает свое желание из этого действия. Он больше не будет так поступать и хотел бы, чтобы этого поступка вообще не было. Когда происходит это искоренение, выкорчевывание желания из действия, тогда действие возвращается под ответственность Всевышнего, и поэтому становится абсолютно хорошим, действие становится хорошим. То есть Бог хотел, чтобы это действие появилось в мире, и оно является частью его общего плана. Это и есть переход к прочтению реальности согласно божественному знанию. Можно остановиться. Мне очень бывает такой вещь. Сейчас не вдаваясь в сущность, а в логику. У нас есть некоторый переход из одной ситуации в другую. И так название нашего занятия. Я понимаю, шува это не одноразовый. Человек прыгнул в открытый космос, и все. И там он остался. Человек подразумевает, человек сделал шуву. Ну хорошо, больше таких плохих дел делать не будет. Ну хорошо, а что потом по жизни он не может снова согрешить, или опять сделать шуву? Тогда получается, что он перешел в какую-то новую ситуацию, которая вообще в мире божественного знания, что в мире божественного знания уже нет греха. Человек делает одноразовую шуву, и все. Он получает вакцину, больше корона не болеет. ответ мне кажется такой, что во-первых, это говорится только про данное действие, а не про вообще, что он находится в мире божественного знания, только в данном вопросе. Во-вторых, это некая красивая теология шувы, которая очень мало влияет на наше понимание свободы выбора. То есть Фугорийс не говорит о свободе выбора, он хочет построить некую интересную, красивую, проблематичную, но вполне логичную внутреннюю теологию шувы. Это интересный вопрос, и конечно это не вообще распространяется, а только на данный момент, не сможет соглашаться или не соглашаться, но это в любом случае не по теме свободы выбора. Окей. Еще если можно. Это теология шувы. А еще если можно, если сравнивать процесс шувы с Йом-Кипуром, то что приходит в голову, правильно? Но Йом-Кипур как бы просто есть официальная тахана, есть официальная стоянка автобуса, туда доходят евреи, в Йом-Кипур, правильно? Десятого тишая. И все, и там как бы отмываются. Но при этом на следующий год опять приходят на ту же остановку? Натан, твой вопрос абсолютно правильный, но это не тема свободы выбора. Я хорошо, я понял. Я же говорю, что это теология шувы, интересно, проблематично, в ней есть определенный элемент красоты, и она, конечно, не говорит о шуве в целом, а только об одном изъем объектов и уж точно не по свободу выбора. Окей, тогда я выплесну еще одно, то, что у меня было на сердце, я продумал, да? Больше ни на тему говорить не буду. Значит, вот по жизни, по жизни, интересно, я думаю, что у меня есть про шуву? Прожив почти 40 лет в Израиле, да, и до этого сколько-то времени там, среди евреев вне Израиля, в России, я никогда ни от кого не слышал, что человек сделал шуву. У человека реально, реально, ни в личной беседе, ни в публичной. Я никогда не слышал, чтобы религиозный человек говорил, я сделал шуву, я перешел в другой уровень. Федераль, на наших глазах, к сожалению, да, были люди религиозные, непростые, я не буду всех перечислять, да, был Насиандина, был главный Равин там, все сидели, все сидели, никто из них никогда не говорил, я сделал шуву, поэтому, знаешь, странная штука такая, с одной стороны шува, есть даже вот известный, известный русскоязычный лектор, да, Йона Левин, очень уважаемый, он вообще придумал такое замечательное слово, шувануться, типа бартануться, вот шуванулся, и все нормально, вот я ни разу не знал, чтобы никто из них шуванулся, ну, как такое может быть, что вот такой самый центральный момент еврейской теологии, и ты никогда по жизни, я не слышал, может быть, ты слышал, может быть, вы слышали, кто когда-нибудь говорил, вот у тебя есть заголовок в газете, да, вот такой-то человек сказал, а ситит шуван, может быть, в парафразе сказать, это могло бы идти неглиозно, в том смысле, в котором мы говорим, я ни разу этого не слышал, вопрос, человек это говорит, человек это делает в каком-то потайном месте, это никто не видит, это никто не слышит, тогда почему это ведуй, вот ведуй в синагоге, вем кипур, это понятно, все стоят и говорят в ведуй, бьются я кулаком в грудь, и говорят, ну, конкретная шува личного человека, я никогда такого по жизни не видел. Ты хочешь, я переведу твою фразу, мне кажется, на более понятный язык. Да. Про многих религиозных, ну, простой пример бывшего главного раввина. Правильно. И он и левец, и левец кто не знает. Да, да, да. Заведомо известно и доказано его преступление. Он не сказал, что он в этом и оскарился. Я правильно тебя понимаю? Ну, конкретно про него, да, точно так же про остальных. Я не знаю, чем у нас был такой гугл-переводчик. Да, правильно. Конкретика, да, такая. Да, правильно. Можно? Я не помню, что он говорил, но вполне возможно, что он, то есть, да, говорил, что я был неправ, и оскарился. Это возможно. И не помню. Окей. Он этого не говорил. Если бы он это сказал, это была некоторая бомба, которую мы запомнили. Но не он один, другие, но если мы не будем говорить, что мы этого не знали. Реально, реально, по жизни люди этого не говорят. Согласен. Говорят. Говорят. Говорят, Миша. Да, да. А, да, серьезно? Да, я остался. Есть много гугима, когда ты рассказываешь о себе, чтобы объяснить, кто ты себе представляешь, родился, жил в Москве, да, в таком-то году сделал шуву. Но в данном случае, и это вопрос к Пинкасу, а в этом контексте слово шува означает «познал Бога». Понимаешь? И вот в этом контексте довольно часто вернулся на пути, стал соблюдать. Нет, нет. Я имею в виду совсем не это. Я имею в виду, что я раскаялся, сделал преступление. Да, да, да. Миш, ты не туда пошел. Да, но я спрашиваю, есть ли слово, это одним словом означаются два этих действия, которые совершенно различны. есть ли какая-то возможность разделить и сказать «я сделал шуву», в смысле я, так сказать, познал Бога, стал соблюдать и тому подобное. Ну да, но в данном случае здесь урава кука имеется в виду как раз раскаяние преступления и вовсе не приход к иудаизму. А есть слово для прихода к иудаизму или нет? Оно действительно хазар бит шува, но оно совершенно современное. Это неологизм в классическом иудаизме такого понятия нет вообще. А, вот еще интересная вещь, слиха, я добавляю. миш, секундочку, согласны, важный момент, что термин «хазар бит шува» в смысле пришел к иудаизму, это вообще неологизм последних ста лет. Его не было в принципе такого понимания никогда раньше в еврейской классической литературе. Послушай, хумаш называется еврейская классическая литература? Ну, так окей, так что? Окей, ты можешь процитировать, где написано слово «шува»? Конечно. Я понимаю, шува появляется у пророков. Шува, это, извини, хумаш, а не пророки. А, да, правильно, слегка. Окей. И он означает именно раскаяние, а вовсе не возвращение к религии. Хотя, там действительно есть оба аспекта, в смысле, что они вернулись к Богу в целом. Там это, конечно, означает и раскаяние, но не случайно этот неологин возник. Тем не менее, раньше его не было. Хотя шува была, все читали слово «шувануса», но глагольное существительное «шува» возникло гораздо позже. Ну, я не уверен, что оно возникло позже, просто оно не употреблялось в этом смысле. Ну, хорошо. Ну, Там, где в хумаше это употребляется, что вы там забудете все, рассеетесь, будете служительным богам, а потом вернетесь. Это разве не «шува»? Все-таки мне кажется, что там идея, это то, что говорил Миша, это некоторый процесс возвращения. не я. Это не тот видуй, который мы говорим в Йом-Кипур. Это не... Это... Мне так кажется. Когда... Замечание Андрея правильно, что второе, когда говорится, что вы отойдете от бога и потом вернетесь, то это действительно можно считать аспект нынешнего возвращения. но дальше классическая литература, она все-таки так не употребляется. Просто потому, что не было такого атеизма. То есть, ведь второе, это как бы о будущем некое предсказание, а в реальности такого все-таки не было. И поэтому в реальности это пришло применяться только в последней истории. Хорошо. Поскольку ты сказал про атеизм, тогда вопрос возникает. Хорошо, а процесс шувы это только для религиозных, а только для нерелигиозных? Нет, имеется, что процесс шувы он для всех. Просто в смысле нерелигиозного он имеет смысл обычно приход к религии. А вообще-то, конечно, шува это раскаяние в грехах. Хотя действительно, я согласен с Андреем, что только это употреблено в теории, дает легкий переход к тому, что это приход к религии. Я согласен. Но в любом случае, мне кажется, это интересный вопрос-прочувок, но не наша тема сейчас и слишком большая. Вообще не наша тема. То окей, бессендер, я понял. Нет, это вообще-то наша тема. Ну, да, Это тема Медсгер, это тема не наша. Ну, ладно, оставь, оставь. То окей. Не у нас камни из чужой, не у нас и камни из чужой огород, это совершенно не стоит. Нет, огород наш, в этом проблема. Ну, давай. Так, здесь Раф Кук говорит, насколько я понимаю, отшуве за преступление, да, о конкретном, как бы, таком процессе внутреннем, да, человеческом. и мне все-таки непонятно, почему, как бы, это не имеет отношения к свободе выбора. Я могу представить, человек мучается тем, что он совершил преступление, да, мучается, он не хочет, чтобы его не было, он все время вспоминает, и, как бы, боль ему доставляет то, что я это сделал, да, но после того, как он совершил вот эту чужу, он видит все по-другому, что все это сделал Бог, то есть, он теперь воспринимает уже, как будто со стороны, что у него нет выбора, так что, по-моему, это как раз прямое отношение. Понимаешь, понимаешь, мне кажется, еще раз, что это красивый вопрос про теологию Чувы, но он не имеет отношения к свободе выбора. Это просто для теологии Чувы мы можем использовать аспект свободы выбора, но к самой свободе выбора он, мне кажется, отношения не имеет. Мне кажется, можно замечать? Мне кажется, и вот то, что Андрей говорит, это говорит о том, что если ты сделал действительно Чуву, то ты отрезал себя от этого поступка. Ты мучаешься, пока ты себя не отрезал от этого поступка. А когда ты отрезал, как бы, встал на путь Ашева, то ты отрезал, и действительно, у тебя уже нет с этим связи. И тогда действительно Чува. Это все большой спорный вопрос, но в любом случае пошли дальше. Рассмотрим более подробно процесс вот этой телепортации из одной реальности в другую. Человек мог бы сказать, что все зло в его действиях совершил Бог, потому что Бог поддерживает творение в каждый момент, в том числе Он давал ему жизнь в момент преступления. Однако это неправда, потому что между осуществлением этого действия Богом и самим действием стоит желание человека. Человек, совершающий грех, желает зла своим свободным желанием. И это является своего рода экраном между действием и желанием Бога. Поэтому Бог говорит ему, если ты желаешь этого действия, ответственность лежит на тебе. А если ты не желаешь этого, убери свое желание. И тогда это действие будет рассматриваться через божественное управление. Из этого следует, что нет действия, которое было бы абсолютно плохим. Убийство человека это зло. Однако судья в суде, который приговаривает человека к смерти, тем самым выполняет заповедь. То есть акт убийства обретает другой смысл из-за важности исправления общества. Так же и со всеми плохими поступками, которые человек выбирает совершить. Пока человек не раскаялся, невозможно смотреть на действие положительно. Человек действовал из плохих побуждений и поэтому поступил плохо. Только после процесса дшувы задним числом становится ясно, что это действие имело смысл и соответствовало воле Бога. Именно так следует понимать высказывание Талмуда. Йома 86б велика сила дшувы, ибо превращает намеренные преступления в заслуги, в хуёд. После того, как человек совершил дшуву из любви, становится ясно, что была необходимость в том поступке, который он совершил. И без этого поступка невозможно было бы исправление мира. Поэтому его действие теперь считается заслугой. Но в этой идее есть опасность, потому что человек может грешить, полагаясь на будущую дшуву. И еврейские мудрецы предупреждали в трактате Йома 85б. Тот, кто говорит согрешу и покаюсь, согрешу и покаюсь, тот не успеет покаяться. То есть, если человек во время греха рассчитывает на дшуву, то процесс дшувы для него будет очень проблематичным, потому что он изначально примешал в своё желание понятие дшувы, то, что я в будущем раскаюсь, во время того, как он хочет совершить преступление, он уже учёл будущее раскаяние. Теперь, когда он будет раскаиваться, то он не может вырвать это желание, потому что оно уже смешано с самой дшувой. И поэтому мудрецы говорят, что он не успеет покаяться. Поэтому есть какие-то комментарии? Понимаешь, значит, это опять-таки, это некая теология дшувы, которую я не хотел бы рассматривать, потому что это другая тема. Но вообще это первые два пункта, вот эти четыре цитаты, которые у нас на экране, первые два пункта действительно связаны с этим, а вторые, третий, четвёртый, мне кажется, здесь поэкрану несколько за ушами, потому что здесь превращает намеренные преступления в заслуге, мне очень не понравилось объяснение этого механизма, что я действовал, как Бог хотел, поэтому это заслуги, это не заслуги. Это мне, поэтому мне притягивание цитаты изъёма сюда не нравится, ну и второй цитаты тоже не нравится, потому что она следствие первой, вот, поэтому первые два пункта, действительно это добавляет к этой теологии раскаяния, которая интересно, красиво, с моей точки зрения проблематично, но не хочу сейчас её обсуждать, третий, четвёртый цитаты, по-моему, здесь они очень важны сами по себе эти вещи, но здесь они совершенно, мне кажется, не к месту, но опять-таки не хочу заклиниваться на вопрос Шуы, потому что или мы должны вопрос Шуы вообще оторвать от вопроса свободы выбора, но если этот Шуа в смысле свободы выбора, то опять-таки красивая концепция, проблематичная и не очень хочется её сюда обсуждать, потому что вопрос Шуы слишком большой внутри себя. Можно возразить? Да, конечно. Вот третья цитата, да, мне кажется, в чём тут как бы свобода выбора и в чём тут намеренные преступления в заслуге. Может быть ситуация, что у человека постоянно сталкивается примерно с одной и той же ситуацией и постоянно преодолевает, то есть не грешит. Вот. Но каждый раз, когда он сталкивается с этой ситуацией, у него возникает это чувство, как бы, то есть он находится в неком неравновесии. Но если, например, он один раз совершил это преступление и тогда раскаялся сделать Шуу, то когда он уже опять столкнётся с этой ситуацией, у него не будет этого чувства вот, как бы, желания, то есть он действительно отрезает желание, да, вот как-то в предыдущем говорилось. Он искоренит это желание и поэтому дальше, как бы, ему легче будет идти по путям правильно. Спасибо. Эй, у тебя выключен микрофон слегка. Я не буду здесь возражать, потому что не хочу эту тему вымирать. Ну, мы записали это в протокол. Источник этих слов Рава Кука можно найти в трудах Аризали. В недельном разделе Мишпатим в законах об убийце сказано, кто ударит человека, и тот умрёт, да будет предан смерти. Этот стих описывает умышленного убийцу и определяет ему наказание в виде смерти. За этим следует стих «А кто не намеревался, но Господь подвёл ему под руку, то я дам тебе место, куда он может убежать». Этот стих описывает ситуацию, когда человек не намеревался убить, но случайно убил другого человека. И в этом стихе Аризали нашёл намёк на процесс шувы. Первые буквы слов «ИНАЛИЯДО в ИСАМТИЛАХ» подвёл ему под руку «И я дам тебе», они образуют слово «ЭЛУЛЬ». И в этом намёк, что Всевышний по своей милости назначил месяц «ЭЛУЛЬ», чтобы каждый, кто согрешил в течение года, мог покаяться, и он получит прощение. И об этом месяце сказано близок Господь ко всем призывающим его в истине. 145-й «ЭЛУЛЬ». Когда человек раскаивается, он понимает задним числом, что действие, которое он совершил, не принадлежало ему, что Бог подвёл ему под руку. Это выражение выражает точку зрения божественного знания. Также объясняется и продолжение стиха «Я дам тебе место». Вот это слово «МАКОМ» это так называют Бога в еврейской традиции. Бог – это место мира. Куда он может убежать? То есть не человек может убежать, папша то человек убегает в город убежище, а Резаль это понимает, что грех может убежать в это место. То есть у зла есть место, куда оно может убраться, то есть перейти к Всевышнему, к своему источнику. В тот момент, когда человек перестаёт желать этого действия, он возвращает это действие к Богу. И этот процесс называется «Дшува». То есть тут другое понимание «Дшува», что и человек возвращается к праведной жизни или к Всевышнему, а действие человека, то есть плохое действие, оно возвращается к Богу и становится хорошим, потому что Бог творит только добро. «Дшува». Ну, понимаешь, здесь, мне кажется, просто совершенно притягивание за уши, если это к данному вопросу. В Таре сказано, что человек, который не намеревался, это действие Всевышнего. Но совершенно не сказано, что если человек намеревался и убил, и раскаялся в том, что он убил, то это стало действием Всевышнего. А это уже вот это? Да, здесь совершенно верно, но я говорю, что это совершенно притягивание за уши, потому что в Таре совсем не про это. В Таре сказано, когда человек действительно не намеревался, а не сначала намеревался, а потом решил, что он неправильно намеревался. Это во-первых. Это совершенно другая ситуация в Таре. Во-вторых, человек, который убил не намеревавшимся образом, это не значит, что он не виноват. Во-вторых, за это положено изгнание. То есть, он не виноват в убийстве, но он, да, виноват в неосторожности, и поэтому он бежит в город-убежище. Если он совсем не виноват, типа, его поднял ураган и на другого человека скинул, то он вообще не виноват и ни в какой город-убежище не бежит. Поэтому сказать, что здесь его преступление стало заслугой, ну, просто ни в какой ворот не вмещается. Здесь его преступление уменьшило уровень. Он из сознательного убийства стал убийством по неосторожности. Понимаешь, поэтому не намеревался, но появил неосторожность. Это совершенно разные вещи, и в любом случае это преступление. Поэтому мне кажется, что вот этот, то, что здесь Ализаль видит намек на Аскай, нет, пожалуйста. А то, что из этого стиха Тары прям вывести, что он передает Богу свои действия, этого здесь нет, и во-вторых, что это прям становится заслугами, этого здесь уже совсем даже никакой страды нет, а скорее наоборот. То есть притягивание этого к Чуве кажется мне очень проблематичным. Буклейку? Тогда идем дальше. Еще один пример из Тары. Так произошло, когда Юсеф раскрылся своим братьям в Египте. Он был просто... Перестань, пожалуйста, слайд. Ага, ну вот. Значит, Юсефа продали братьев рабство, а продажа человека является самым серьезным преступлением согласно Тары. Кто украдет человека, продаст его, будет найден в руке, его должен быть предан смерти. Наш Мот 21 16. После многих испытаний братья приходят к раскаянию в том, что продали Юсефа. Они даже рискуют жизнью, чтобы спасти другого брата, Бениамина. В момент раскаяния за продажу Юсефа он открывается им и объясняет, что на самом деле продажа была благом. И вот то, что он им говорит. И теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что для сохранения жизни Бог послал меня перед вами. Ибо уже два года голод на земле и еще пять лет не будет ни пахот и ни жатвы. И послал меня Бог перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим спасением. И теперь не вы послали меня сюда, но Бог. И он поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и правителем на всей земле египетской. То, что Юсеф попал в Египет спасло мир от голода. И хотя братья продали Юсефа из ненависти, которую испытывали к нему, а ненависть к брату ужасная вещь, но оглядываясь назад, становится ясно, что если бы не эта ненависть, они бы не продали его, и Юсеф не оказался бы в Египте. А после того, как они раскаивались, раскаялись в ненависти, оказалось, что Богу была нужна эта продажа, и она реализовалась в мире через ненависть братьев. И это открылось им только после того, как они сделали тшиву, раскаялись. Потому что пока они желали этого действия, оно измерялось в соответствии с их миром. То есть миром свободного выбора. Следует уточнить слова Юсефа, которые передает братьям три, на первый взгляд, разных противоречащих друг другу взгляда на акт продажи. Первое. Я, Юсеф, ваш брат, которого вы продали в Египет. То есть это действие полностью приписывается братьям. Вы продали. Имеется в виду это то, что было до шубы. Вторая фраза. Теперь не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что для сохранения жизни Бог послал меня перед вами. То есть действие Бога. Плохой поступок оказался во благо. Это уже после шубы. И третья фраза. И теперь не вы послали меня сюда, но Бог. Если второй раз он говорит Бог послал, первый раз вы продали, второй раз Бог послал, а теперь он говорит не вы, но Бог. То есть это поступок уже не ваш, и он хорош сам по себе. То есть это уже после шубы из любви. Тут говорит нам Равшерки, что есть еще не просто от шуба, от шуба из любви, которая полностью устранила их желание из действия. И таким образом от чисто философского на первый взгляд вопроса мы переходим к серьезным моральным выводам относительно шубы. Ну мне кажется последовало вот эти шуба из страха, шуба из любви. Равшерки пишет как будто мы об этом уже знаем. На самом деле здесь тоже есть тонкость, что это одна там делает случайные, точнее намеренные преступления случайными, а шуба из любви уже делает их хорошими действиями, то есть хует. Ну мне кажется здесь опять-таки сам отрывок из книги Бытия говорит о том, что люди занимаются своими делами и по разным мотивам на самом деле идет божественный процесс. Вот собственно что говорит Иосиф. То что в словах Иосифа просто никакой связи нет с шубой. Абсолютно. Просто здесь есть то, что не печальтесь, потому что есть исторические процессы, нужно так взглянуть. Это верно, это здесь есть. Но никакой шубы из любви братья не совершали. Они сделают шубу под давлением обстоятельств. Иосиф так думал, что его послал Бог еще до всякой от шубы братьев. То есть он просто хочет, чтобы они не огорчались. Он хочет их восстановить их психологическое здоровье. А вовсе не говорит, что ваша шуба переделала ваш поступок. То есть сама цитата, разумеется, необычайно важна. И есть это у мудрецов всегда было, что все братья подавали Иосифа, Иуда был стабар, а Всевышний строил путь Машех. Это классика абсолютного иудаизма. А притягивание сюда от шубы по-моему абсолютно лишнее. Здесь же восприятие братьев. Иосиф конечно это знал, потому что он был такой. Но братья как раз были не в теме. И для них вот это раскрытие того, что Бог послал меня произошло после того, как они раскаялись. Тогда им Юсекс все рассказал. Просто потому, что до этого нельзя было им это объяснить. Но вовсе не потому, что их раскаяние изменило статус против предыдущего действия. Ни о каком изменении статуса ввиду раскаяния здесь нет. Есть есть о том, что после того, как вы исправились, я хочу психологически поддержать. Смотрите на мир вот так. С одной стороны, Этона хотел поддержать, потому что он был такой цадик. Но в их восприятии как раз перешло изменение, произошло изменение статуса. Они вначале поняли, что они согрешили, потом раскаялись, потом узнали, что на самом изменение статуса произошло вовсе не из-за Чувы. Оно всегда имело такой статус. Просто они до Чувы не могли это осознать. А вовсе не то, что Чува поменяла статус действия. Мы об этом и говорим, что всегда все от Бога. Бог все знает, управляет хуже. Да, но не Чува меняет статус действия. Этого здесь нет совсем ни с какой стороны. Да, действительно, есть божественный процесс. Да, действительно, его нужно осознать. Да, действительно, об этом можно говорить только после раскаяния. Но раскаяние не поменяло статус этого действия. Никаким образом. Их поступок вовсе не стал заслугой из-за того, что они поменяли. Понимаешь? Их поступок перестал иметь такое чудовищное чувство преступления, и это нужно для психологического восстановления. А сам поступок как был, так и остался. Можно секунду? Мне кажется, вот то, что Пинтон сказал, с этим согласен, потому что как-то получается совершенно чудовищно. Вообще как бы снимается вся вина с братьев. Я как бы не хочу пересчитывать, и понятно, что это передергивание, но вообще в любых жизненных ситуациях, если уж говорить о самой крутой жизненной ситуации, таким образом она катастрофу оправдывает. А с кого? Поэтому мне гораздо больше как бы по душе скажем, ситуация такая. То, что говорит Ханан Парад, это свобода выбора. Господь ставит точки. Мы не знаем, куда они придут. Как туда дойдут, зависит от тебя. Это не снимает. То есть евреи должны были попасть в Египет. окей. Но то, что братья совершили грех, это совершенно не связано с тем запозрительным планом. Иначе вообще непонятно. Как бы у них вообще ни у кого нет никакого греха. Да. В конце концов можно сказать Братья Магдриху сказать Осипу, ты хочешь этим заниматься, хорошо, иди туда, пожалуйста, давай. Ну да, зачем это чудовищное? Сидели и мы даем тебе свободу. Пожалуйста. У тебя есть проект, иди реализуй. Еще? Да, Миш, да, пожалуйста. А я тоже, естественно, с этим согласен, но то, что мы видели на протяжении нескольких слайдов, постоянно проходила эта тема, и Пинхас постоянно с этим не соглашался, но мне кажется, как бы, мессер, который был в этих слайдах, да, соответственно, в книге, он был именно такой все-таки. То есть, что делать? То есть, явно у Рава Шерки есть такой мессер, но то, что мы его не принимаем, другое. Или нет такого мессера у Рава Шерки? Такое мессер здесь есть, мессер здесь есть, я с ним не согласен. Понятно. Это хороший ответ. Еще техническое замечание. Скажите мне опять, я продолжаю ту же линию. Но мы как бы сейчас поняли, что вообще вот тема тшувы это центральный момент в иудаизме. Ну, интересно, опять, нигде, нигде, если мы разбираем сюжет Юсефа у братья, это слово, эта тема вообще не повторяется. По-простому-простому Юсеф не говорит братьям, ребята, делайте тшуву, братья не говорят ему, Юсеф, дорогой, мы сделали тшуву. Этой темы вообще нет. У них совершенно практически разговор. Он говорит, ребят, ну вы не тужитесь вообще, не бойтесь меня, все было более-менее нормально. Он их просто успокаивает. Вообще нигде не видно, что братья сильно раскаялись. Они ему что говорят, мы сделали тшуву, прости нас. Они боятся его реально, и все. Заказал, что самый крутой чувак Пахан, он вообще их брат, которого они на погибель послали. Понятно, что можно испугаться. А где тут слово тшува вообще? Конец сообщений. Натан, ты прав, но эта тема не из нашей. Ну что, все наоборот. Да, Рабинович, у вас свои мысли есть? есть, но я их не поддерживаю, не одобряю. Ну хорошо. Стоп, окей. Нет, я поддерживаю, одобряю, но это отдельная тема. Окей, хорошо. Что дальше? Хорошо, тогда мы закончили тему по поводу выбора. Народ, если у кого-то есть вопросы, имеет смысл сейчас их озвучить. Если вы думаете, тогда у вас остается огромное поле деятельности оставлять комменты в любом удобном для вас виде. В чате, в комментах в виде Ютьюба, писать на мейлы, соглашаться, не соглашаться, лучше не соглашаться, ругать, лучше ругать и так дальше. Окей, будем продвигаться вперед. Хорошо? Здесь есть в Фейсбуке, там, где у нас трансляция, вопрос, что полная тшува, это когда человек попал в ту же ситуацию, больше так не поступил. этого вообще не было освещено понимание тшувы, которое здесь было сказано. Потому что, еще раз, тема тшувы большая. Сводить ее к вопросу свободного выбора, мне кажется, неверно. Ну, вообще, хорошее замечание, потому что, действительно, очень жалко, что у братьев не было возможности, когда они снова были бы крутые, они могли бы снова продать Йосефа просто так, а они бы не продали. Вот это очень правильно, замечательно. Нет, это как раз есть, нет, как раз, извини, как раз в том, тшува состоит, что они не продали Бениамина. Как раз в этом плане, вот в этом плане у братьев есть чувак, здесь, оказывается, что есть. Это да. Ну, хорошо, вот это ответ на вопрос в Фейсбуке. Важная и большая тема, вопрос другой совершенно, что ее к свободе выбора, ну, Шеркин дал некую теологию ее подключения, но она, мне кажется, не центральная. Хорошо, давайте на этом закончим, действительно, это важная тема. Хорошо. И пойдем дальше. Через неделю в то же время, в том же месте встречаемся и продолжаем. Окей, всем счастливо, пока. Победу Израиля, чтобы они спасли. Пока. Спасибо. Спасибо. Пока, пока, пока. Все выходим. Пока. Пока.